Это сила. Деньги это сила, понимаете? Сила, меняющая жизнь. Откуда она берется? Из добрых дел, которые человек совершает в прошлом. Деньги только из этого берутся. Они не берутся из экономических схем каких-то. Все эти экономические схемы это просто повод для того, чтобы вам дать деньги. И деньги берутся из добрых дел или из злых. Есть только два способа получить деньги. Первый способ, который часто сейчас пользуются люди, если ты сильный. Опять же сильный человек означает делать добрые дела в прошлом. Сила берется только от добрых дел. Это называется благочесть. Вот ты, допустим, сильный человек. Ты можешь деньги просто притянуть к тебе. Эти деньги, которые ты притянул, тебе потом придется удерживать. Сила, опять же. Насиловать людей вокруг тебя, махинации какие-то, финансовые устроения. Держать возле себя деньги силой означает какое-то время, пока у тебя есть сила. Работает пружина. Работает пружина. Мирозок в детстве понял, мне Бог объяснил, как работает пружина. То есть там на стройке были такие резинки, которым прокладывали, как бы, эти щели большие дома. У меня было всего 8 лет. Что я понимал? Я взял и с другом решили растягивать эту резинку. Я ему сказал, держи, не отпускали. Он держал, не отпускал, пока были силы. Потом он пустил эту резинку мне в пузо, как прилетело. Стало очень больно. Точно такой же эффект работает и здесь. Человек держит деньги сколько может. Он приходит вредно, он же не может. И резинка прилетает в пузо. То есть, когда ты держишь возле диодеки, потом происходит прямо противоположный результат. Он заканчивается обычно небо в клеточку. Если не хуже. Бывает такое, что такой богатый человек приходит в баню, почему-то там на ровном месте спотыкается, как бы, ударяется виском, встает еще раз так же, падает. Не погибает. Случайность просто. Да, чистая случайность. Два раза виском, одним и тем же, по одним полу. Это реальный случай. Второй случай. Летит на вертолете. Богатый человек. Так случайно падает и насморк. Третий случай. Он едет по льду. На Большом Красивом озере. По льду едет. И лед как-то неожиданно. Там два метра с льда. Там грузовики ездят по этим Байкалу. Лед как-то почему-то начал трескаться. И восемь телохранителей спаслись. А вот тот сам не смог. Ремень не успел отстегнуть. Но бывает всякое же, правда. Вот такие случаи происходят. Несчастные случаи. Все эти несчастные случаи однозначно означают только одну вещь. Слишком много хапалов. Получил. Азарт. Бывает богатство по-другому приходит. Бывает. Человек делает добрые дела. Развивается как личность. Пользу людям приносит. Даже просто давать людям работу – это большая польза. Заботится о людях. Трудится на благо страны. Деньги увеличиваются. Человек становится богатым. Все возможно. Хорошо это или плохо – жизнь покажет. Деньги – это испытание. Это сила. С ней надо очень внимательно распоряжаться. Они могут и засушить всю жизнь. Ну, допустим, ты даешь деньги взаиморозненьким. Дальше что будет? Только одна вещь. Или это просто гиперкрутой человек. Просто гиперчестный человек. И он будет потихоньку тебе всю жизнь эти деньги отдавать. Ну, или не всю жизнь, а почти всю жизнь. Или этот родственник тебя посчитает врагов натуру. И будет злиться на тебя. Ты потеряешь с ним дружеские отношения. Поэтому родственникам можно давать деньги только вот сколько можешь, да, и забудь. Скажет, ну, Вагинач, он же еще попросту потом описать. Поэтому я говорю, деньги – это испытание. А если дал долг, то я забыл. А человек, этот родственник, думает, что в долг. То есть вы дали в долг? Вот я и говорю, поэтому вы ничего не сделайте. Он станет врагом вашим по-любому. Хоть вы забыли, хоть не забыли. Наоборот, отношение к Богу улучшилось? Улучшилось? Ну, это что значит? Это значит, что вы такой человек просто. Все. Вы смогли вот улучшить эти отношения даже в такой ситуации. Но обычно они улучшаются. То есть не надо медвежью слуху человеку оказывать. Пусть живет. Помогайте советами. Развивайте его как личность. Давайте чуть-чуть, не так много. Много дали больше, чем не положено. Разрушили жизнь человека.